Кто такой Бог? Может быть, вы уже знаете, кто он, а может быть, вы только имеете небольшое представление, но еще не до конца. Я добавил к нашей теме «Кто такой Бог, если он существует?». Среди нас здесь есть такие, кто задаются вопросом, а существует ли Бог вообще в принципе. Итак, давайте погрузимся в эту тему. У нас есть три вопроса на сегодня. Существует ли Бог? Кто такой Бог? И верно ли мое представление о том, кто такой Бог? Давайте начнем с того, могу ли я доказать, что Бог существует. Я не могу доказать, что Бог существует. Тогда давайте пойдем от обратного. Можете ли вы доказать, что Бога нет? Вы тоже не сможете доказать, что Бога нет. В любом случае, мы с вами в ситуации 50 на 50. Я не могу вам доказать существование Бога, а вы мне не можете доказать его несуществование. Это позволит нам лучше понять аргументы другой стороны. А в любом случае, я рад, что вы сегодня здесь со мной. Я думаю, давайте начнем с того, что представим себе, что Бог существует. И почему же нам стоило бы рассмотреть этот факт? Я считаю, что сегодняшний выпуск интересен людям, которые не верят, которые сомневаются, и тем, кто хочет углубить свою веру. Иногда я встречаю людей, и мне довольно нелегко подобрать слова, когда люди спрашивают меня, чем я занимаюсь. Если я назовусь пастором, так не сильно на него похож. Я не ношу рясу. Назовусь священником, ну да, скажут они. А вот жена с тобой рядом. Разве можно? Назовусь последователем. В любом случае, я в их глазах занимаюсь чем-то духовным. И как бы там ни было, это всегда ведет к бурным дискуссиям. Я же произношу одно из моих замечаний. Или один из вопросов. А потом разворачивается целая дискуссия на тему существования Бога. Один из таких вопросов – существует ли Бог? Я получаю различные ответы. Я вам дам небольшой срез таких ответов, реакций, если мы начинаем подобный разговор. Очень интересно на это посмотреть. Люди говорят, я не верю, что Бог существует. Я живу, я дышу, а если умер, значит умер. Или же, если бы Бог существовал, тогда бы в этом мире не было зла. Когда люди так говорят, то я думаю, что они пережили какую-то личную трагедию. Болезнь, развод, банкротство. А если же Бог такое допускает, то я не считаю его Богом. Бывают же люди, избирающие нейтральную позицию. Они говорят, я верю, что там что-то есть, да. Может быть, это энергия, свет или же, ну, кто-то. Я просто человек. Я ничего особенного не делаю в этой области. Но если Бог существует, то это прекрасно. Все будет хорошо. Христианин? Да, тогда они все формы веры называют и говорят, что все это в сущности одно и то же. Это разные дороги, которые ведут на вершину одной и той же горы, где сидит Бог. Не важно, верится ли вы в Будду или в Аллах, или же в Бога Христа. Есть еще другие ответы. Я вообще в церковь не хожу. Я Библию никогда не читал, я не молюсь, но я верю. И что мне бросилось в глаза, что подобные ответы часто встречаются среди христиан. Я понимаю, почему, с одной стороны, если вы возьмете Библию, приведете из нее аргументы, и вы христианин, то вы как овца из стада. Я не понимаю логики. Я стадная овца, но я не следую за пастухом. Я не иду вместе со своим стадом. Я понимаю, что вы хотите следовать за пастухом, но не хотите быть в стаде. Если вы находитесь в стаде, то куда же смотрит ваш нос? Конечно, взад в другому. Оно, стоящего за вами, смотрит вам взад. И хотите ли вы после этого быть в стаде? Ну, нет, конечно. Овцы ходят всего лишь раз в год в парикмахерскую, а все остальное время они не причёсываются. И более того, овцы, по моему мнению, слишком глупые. То есть это обобщение всех тех, кто верит в Бога. Я ещё один тип людей встречал. Мы встретили его в лесу. Мы спокойно прогуливались. И кого же мы там встретили? Прямо на нашем пути. Встретился мне знакомый, которого я 20 лет не видел. Я спросил его, как у тебя дела? У него были очень плохие новости. Катастрофически плохие новости. Я не мог отпустить его, не спросив, живёт ли он в мире с Богом. Я имел в виду, может быть, он ходит в церковь. И я получил такие ответы, что я подумал про себя. Верим ли мы в одного Бога? Живём ли мы согласно одной и той же Библии? А вот и здесь встал вопрос. Кто такой Бог? И это очень жизненный вопрос. Существует ли Бог? Вопрос в том, существует ли Бог, в Которого верю я? И существует ли Бог, в Которого верит другой человек? Существует ли Бог, в Которого вы верите? Один ли Бог у нас у всех? Или же мы приспособили Бога под нашу ситуацию? Мы думаем, что так можно. В любом случае, я думаю, что кем бы вы ни были, откуда бы вы ни происходили родом, все верят. Верите ли вы в Бога? Или же вы в Него не верите? Всё это связано с верой. Давайте же посмотрим на определение веры, чтобы заложить фундамент. Что такое вера? Обратимся к мудрой Библии. В Библии есть определение веры, которое мне показалось очень точным. Вера — это уверенность в том, что вы не способны увидеть. Это и есть вера. Уверенность в том, чего вы не видите. Мы же часто в миру говорим, сначала увижу, а потом поверю. Нет, вера — это уверенность в том, что вы не способны увидеть. И вот каждый может меня понять. Верующие, неверующие. Уверенность в том, чего вы не видите. Мы вместе открываем для себя всё больше и больше новых беспроводных возможностей. Вещей, которых мы не видим. И вот уже мы имеем пять ДЖИ в наших мобильных телефонах. У нас уже были все виды ДЖИ. И, наверное, вскоре мы начнём добывать беспроводную энергию, ведь энергия есть везде. И мы знаем уже, что мы можем её добыть, но пока ещё не знаем, как. И мы верим в это, несмотря на то, что мы не видим этого. То есть тот факт, что вы не видите Бога, не означает, что его нет. Потому что мы все верим в какие-то вещи, которые мы не видим. Более того, мы даже верим в то, что ещё не было изобретено или открыто. Но оно же будет открыто, и мы уже предвосхищаем научные события. В Библии же говорится «ищите Бога и обрящите Его». В научном мире и в нашей повседневной жизни мы только и заняты тем, что открываем вещи, ещё неизвестные нам. Я иногда замечаю, когда мы путешествуем, у меня иногда не бывает мобильного интернета. Если вы кому-нибудь говорите «А у вас iPhone?» и вы можете поделиться фотографиями и файлами без Wi-Fi, 5G, 4G и так далее. И люди вам отвечают «Как же это возможно?» Да, это возможно. Просто некоторые ещё не открыли для себя эту опцию. В вашем телефоне есть функция «AirDrop». Это означает, что вы можете пересылать файлы без посредника напрямую. Но только после того, как вы это открыли и почувствовали на себе, только тогда вы в это верите, что это действительно возможно. И то же самое с Богом. Вам нужно его увидеть, прочувствовать в своей жизни. А если вы что-то видите, применяете в своей жизни, чувствуете это, то ваш опыт делает это реальностью. Люди говорят, особенно если они кому-либо не доверяют. Сначала увижу, а потом поверю. Возьмём веру. Если вы хотите прочувствовать её, то тогда у нас всё наоборот. Сначала вам нужно поверить, и только на основании веры вы начнёте действовать, и только тогда вы почувствуете веру. Но те люди, которые верят, но никогда не действуют по своей вере, не смогут прочувствовать Бога настолько, насколько это описано в Библии. Потому что они не применяют библейские истины в своей жизни. И у них нет этого опыта. Вера придёт только тогда, когда вы выйдете из тени и будете действовать. Возьмём Троицу и крестимся в этот день. То эти люди скажут нам, «Разве вы не верите, что Иисус Христос — Сын Божий, что Он воскрес из мёртвых». Пётр говорил нам об этом с энтузиазмом. А они ответили ему, «И что же нам делать?» Пётр ответил им, «Вам нужно обратиться в веру». Это означает, и вам нужно принять то, что Иисус сейчас есть тот самый новый путь ко спасению, к Отцу. Что Ветхий Завет больше не действителен, и можно прийти к Отцу только через Иисуса. Вам нужно идентифицировать себя с Иисусом, окунуться в воду и снова выйти на поверхность. И что же вы приобретёте? Вы приобретёте то, что вам будут отпущены ваши грехи, стёрты, вы почувствуете, что не существует больше вины и стыда, у вас исчезнет страх смерти, вы почувствуете, что в вас живёт Святой Дух, и вы скажете, «Слава Всевышнему!» Это тот приобретаемый вами опыт, если вы будете действовать, руководствуясь верой своей. То есть веру можно определить так. Вера — это уверенность. Если вы скажете мне, что вы верите в существование Бога, я задам вам встречный вопрос, а вы в этом уверены? Если вы скажете, «Я верю в то, что там кто-то или что-то есть», значит, вы не уверены в своих словах. Но я сам верю. И посредством опыта я знаю наверняка. На прошлой неделе, в воскресенье вечером, я говорил о том, что вы можете верить, или же вы можете знать кого-нибудь. Знать — это совсем другой уровень, чем верить. Вы можете верить в Бога, или же вы можете знать Бога. Но знать вы можете только через опыт. Опыт же вы получаете только в действии, выходя из тени. И вот я когда-то начал действовать, чтобы жениться на Илоне. Я уже говорил раньше вам, что я знаю Илону. Она не пойдет спать, если в доме не прибрана. Даже на вечеринку не пойдет, если посудомоешная машина не запущена. Но как же можно оставить и после прибрать? Даже больше, если грязная посуда не входит в посудомойку, а она ее вымоет. Дом должен быть в порядке. Это Илон. И вы, скорее всего, мне верите. А я говорю, что это так, из опыта. Мы приходим в пятницу вечером из гостей, и у меня на пиджаке пятно. Я говорю, что завтра утром можно его постирать. Нет, до того, как пиджак будет повешен обратно в шкаф, его нужно постирать, и она не ляжет спать, пока этого не сделает. В этом моя жена. Вы верите? Да, но я знаю из опыта, что так оно и есть. Я в этом живу. Вы хлопаете мне немного с недоверием. То есть вера в Бога прекрасна. Но верить в Бога через то, что кто-то что-то сказал, «Как я нас ценим, вот это Бог, и да, вы говорите, я верю, что говорит священник или пастор, я верю в то, что я услышал». Но если вы верите, то есть в этом и доля сомнения, потому что вы слышали, что кто-то это говорил. Вы всего лишь слышали, что кто-то что-то говорил. Если вы начнете вести себя согласно тому, что вы услышали, и действовать так, только тогда вы получите личный опыт. Можно сравнить веру с прыжком с парашютом. Я бы не стал этого делать. Я терпеть не могу такое. Но некоторым людям нравится, когда я об этом размышлял, я пришел к выводу, что первый раз, когда вы прыгаете, то вы прыгаете, так сказать, на веру. Вы надеетесь на благословение. Молитесь, что все будет хорошо. Но чем больше вы прыгаете с парашютом, чем больше вы прыгаете с уверенностью, чем больше вы прыгаете без какого-либо сомнения, что он раскроется, тем больше вы доверяете, что парашют сработает. И точно так же и с Библией. Чем больше вы живете по Библии, чем больше вы действуете согласно ей, тем больше ваше доверие к Богу. Вера без действия — это вера без опыта. Но вера без действия... Да, в настоящее время у нас нет уже обычной Библии из бумаги. Вы знаете китайскую метафору? Бумажный тигр. Он выглядит устрашающим, но ничего вам не может сделать плохого. Вера бездействия, как бумажный тигр. Но если вы креститесь, то вы прочувствуете ее. Когда вы прощаете людей, вы чувствуете ее. Когда вы сеете и собираете урожай, то вы чувствуете ее. Когда вы прощаете людей вокруг себя, то, как сказано в Библии, перед сном вы почувствуете ее. Когда вы начнете практиковать благодарность во любых условиях, то вы прочувствуете ее. Опыт веры приходит вместе с ее применением. Если вы лично меня спросите, может быть, и вам интересно, во что, собственно, верит Петр. Я лично верю в библейского Бога. Я лично верю в Создателя неба и земли. Я верю в Бога Авраама, но и мусульмане в него верят. Я верю в Бога Авраама, в Бога Исаака, в Бога Иакова. Я верю в Бога Израиля. Я верю в Бога Отца, Иисуса Христа. Слышите, что я говорю? Я верю в Бога Иисуса. У Бога есть Сын. Да, я верю в Бога Иисуса Христа. И это делает меня христианином. И Иисус восклицает на кресте. «Мой Бог, мой Бог, для чего ты покинул меня?» Иисус говорил то, во что Он верил. С тем, в кого Он верил. А именно, с Богом. Позднее, в другой библейской книге. Он называет Бога Отцом. Это уже совсем другой язык. Слово «Бог» представляется чем-то далеким нам. И Он тоже так о Нем говорил. «Мой Бог, Боже мой, зачем ты меня оставил?» И в момент Своей смерти Он назвал Его Отцом. Это совсем другой язык, ведь правда? «Мой Бог, Бог мой, и Отец близкий и родной, в Твои руки я вверяю Свой Дух. Когда мы читаем послание Павла, мы несколько раз встречаем, что он верит в Бога Отца, нашего Господа Иисуса Христа. То есть вы видите, несмотря на то, что Иисус — Сын Бога, у Него есть Бог, моя цель, а в этой передаче, чтобы вы открыли для себя Его. Кто Он такой? Я хочу, чтобы вы лучше Его узнали. Если я обращусь лично к себе, ко всему тому времени, когда я познавал Бога, у меня есть мир, который выше любого рационального понимания. Это означает, что у меня есть мир, который невозможно победить никакими аргументами и доводами. Люди иногда спрашивают меня, «Как тебе это удается? Как тебе удается сохранить мир в себе? Как ты обходишься со всем этим в себе?» Этот мир над всем разумным. Этот мир в себе можно почувствовать. Вы учитесь чувствовать этот мир, потому что вы практикуете свою веру. Родители испытывают что-то сверхъестественное, когда у них рождается ребенок. Это незабываемый момент. Это Бог, дающий возможность дышать. В тот момент именно тому, новорожденному, это Бог, присутствующий на родах. Именно Его присутствие делает рождение ребенка таким особенным, таким необыкновенным. Вы можете спросить любого неверующего язычника, любого атеиста, и они все подтвердят, что самый особенный момент в их жизни это рождение их детей. А почему? Потому что это была встреча с Богом, земли и неба. Он тот, кто дает жизнь. Вы можете тот мир, который побеждает любой разум, испытать в самые тяжелые моменты вашей жизни. В моменты, когда вы чувствуете, будто все покинули вас. В моменты, когда никого рядом нет, кто верит в ваши добрые намерения. Последние три года у меня были трудности со здоровьем, вы знаете. и в то же время в любых обстоятельствах мой мир и мой покой, преобладающий над любым разумом. Кто же этого не хочет? Все этого хотят. Знать, что еще будут дни в жизни для испытания нового, в какой-то степени появляется невероятная мудрость, позволяющая вам пройти через трудности и таким способом, который вы даже себе и не представляли. Мир над любыми обстоятельствами. Когда вы принимаете важные шаги в вашей жизни, например, вы женитесь, покупаете дом, начинаете свое дело или же уходитесь с работы, что бы то ни было. Тот опыт присутствия Бога в разгаре болезни, боли, горе, растерянности. Но, конечно же, и в радости этот опыт, пронесенный через года, привел меня к мысли, что бы ни случилось, ничто не заставит меня больше злиться на Бога. Я спрашиваю себя, даже если все против меня, то так ли это? Помнит ли он меня? Существует ли он вообще? Потому что он всегда со мною. Но вы почувствуете и поймете вашего Бога, если будете практиковать свою веру. Действуя согласно Словом, произнося Слово Божие, думая по Слову Божьему только так, и когда оно придет в вашу жизнь, тогда вы это поймете. Я записал стих для тех, кто, может быть, находится сейчас в трудных условиях. Библия полна примеров людей, преодолевавших трудные условия в жизни. Я бы сказал, что все притчи рассказывают нам о людях и их трудностях в жизни, и как Бог вмешивался или же не вмешивался в эти ситуации. Я нашел очень хороший библейский стих. Предлагаю вам послушать его. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах. И маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Другими словами, больше вообще ничего нет. Но и тогда я буду радоваться. Я буду радоваться. Это уже гораздо более высокий уровень о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Здесь радоваться — это намеренное действие, ликование, что существует Бог и веселиться. Мы с молотком веселимся, когда по пальцу себе ударяем. Разве это так? Нет, конечно. Я вообще не плотник и не мастер. И вот тогда я кричу «Больно! Вот оно, мое ликование!» То есть это радость и ликование в тех условиях, в которых вы бы никогда этого не делали, не имея доверия к Богу. Киев же идет еще дальше, и он пишет «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Он имеет в виду серьезное дело. Наш милосердный, полный любви Бог Юв же говорит, что даже если он выберет убить меня, это заходит очень далеко. Разозлюсь ли я тогда на Бога? Буду ли я тогда грустен, разочарован? Какой будет моя реакция? Юв же пишет в этом переводе «А вот он убивает меня, но я буду надеяться». Надеяться в нашем языке несет в себе долю сомнений. Здесь же имеется в виду «Не доверял бы я тогда, даже если он убьет меня, я буду доверять ему, что он знает, что он делает». Есть текст притчи, который я не взял с собой, так вот там сказано, что для праведных есть надежда и после смерти. Даже в смерти есть надежда. У нас всегда есть надежда. Всегда. Мы никогда не остаемся без надежды. Мы верим в справедливого, любящего и милосердного Господа. Но даже если все идет не так, мы в него верим, доверяем, что он знает, что делает. То есть, когда мы веруем, и среди всех видов религии, о которых мы говорили, христианство уделяется своей уникальностью. Вера в Бога как в Отца и в Его Сына Иисуса Христа. Вера во Святого Духа это уникально. Я в последние месяцы довольно глубоко погрузился в изучение других религий. И что об этом говорится и пишется, во что и почему они верят. я встретил множество интересных вещей. Я же хочу понять, что делает нашу веру особенной. Мы не верим в реинкарнацию. Подумайте, только вы и я навсегда. Навека особенные. Не существует для нас многих жизней, в которых нужно усвоить свои уроки. Или жизни, в которой вы проживаете наказание за свою прошлую жизнь. Вы особенны. Навечно. мне во вторник исполнится 55 лет. Конечно, мы стареем, но не изнутри. Это ваше сознание. Это вы, и вы вечный, ибо вы не привязаны к вашему телу. Вы особенный, и вам не нужно усваивать уроки из прошлой жизни. Второе, что делает нашу веру особенной, это то, что ваше прощение не зависит от ваших хороших или плохих поступков. Являетесь ли вы безупречным для Бога? Кем бы вы ни были, откуда бы вы ни были родом, если вы скажете, «Отец, я принимаю твой дар», тогда вы получите его. Христианину не нужно никогда сомневаться по сравнению с другими религиями, в том, что Бог примет его. Он всегда будет любим Богом. Для меня еще очень сильным моментом, делающим христианство особенным, является то, что Бог Отец, Иисус Христос даровал нам полную свободу воли, чтобы мы жили так, как считаем нужным. Мы можем делать правильный выбор, если захотим, и неправильный выбор, если это посчитаем нужным. Бог уважает ваш выбор, даже если вы не хотите иметь с Ним ничего общего. Нам на все сто процентов была дарована свобода воли. Мы ничего не должны. Нам можно все. Нет ничего запрещенного. Все разрешено. Но не все. Конечно, разумно. Вы помните о том, что мы сеем и жнем? То же самое, что и силы и притяжения? Если вы прыгнете вниз, крыша, то вы упадете вниз. Также естественно работает закон о том, что мы сеем, то мы и пожнем. Четвертая уникальная особенность нашей веры — наш Бог — это Бог любви. Бог, который своих детей любит и заботится о них. да, он называет верующих своими детьми, своими сыновьями и дочерями. Он дарует им свою вечную благодать, живя в них, как в храме. Если вы все это сравните с другими богами, то они переменчивы, как погода. Но наш Бог и воскрешение из мертвых, вечная жизнь на земле великолепна. чудесно. В какого Бога вы верите? Бог, в которого вы верите, это Бог, которого вы отражаете. Верите ли вы в Бога, который осуждает грешников, наказывает их? Тогда и вы, возможно, такой человек, осуждающий других. Верите ли вы в милосердного Бога, тогда и вы, вероятно, терпимы и милосердны к людям вокруг вас? Верите ли вы, что Бог это любовь и терпимы ко всему? То вы, возможно, развили в себе очень толерантную веру, в которой вы поставили знак равенства между любовью и толерантностью. Но я хочу задать вам вопрос, если это ваш Бог, насколько вы терпимы к своим детям, к людям вокруг вас? Если в моменты вашей жизни, в которых вы делаете выбор в пользу людей, которых вы любите, мой вопрос к вам, в какого Бога вы верите? Если Бог существует, может ли Он устанавливать свои нормы и ценности? Может ли Он определять, что хорошо, а что плохо? Кто определяет, устарел ли Бог? И современно ли вы? Кто это? Что если Бог знает то, чего вы, может, и не знаете? И вы, не имея этих знаний, думаете, что Бог устарел. Но это не так. Бог шел в ногу со временем, тогда, когда вознес Илью на небо вместе с огненными лошадьми и повозками. Не думайте, что у Бога там до сих пор лошади и повозки. Если Он придет сейчас, то точно на электрическом самолете это всего лишь язык того времени. Бог же умнее нас всех. Это значит, что Он делает отличные от вас выводы. Это означает, что мы не понимаем, не можем даже осмыслить Его мысли и Его пути. То есть у меня к вам такой вопрос, какие у вас отношения с Богом? Верите ли вы в Бога? Хорошо. Любите ли вы Бога? Уровень второй. всем сердцем, всей душой? Молитесь ли вы Ему словами, мыслями? Может быть, еще дальше всем телом? Может быть, всеми вашими мыслями? Еще один шаг? Еще выше уровнем? Может быть, всем, чем владеете? Вашими финансами? Доверяете ли вы Богу? Еще один шаг? Еще выше? Даже если Он решит убить вас? Доверяете ли вы Ему? И еще один шаг? Молитесь ли вы Богу Отцу и Богу Сыну? И еще один шаг? Служатся ли вы Ему? Как сыны и дочери в его царстве? Я хочу ликовать. Но думаю о том, что 40 лет ходили израилитяне по пустыне. Если вы прочитаете эту историю, то вы глубоко задумаетесь. Но Иешуа ходил 40 лет по пустыне. Он говорил, я и мой дом будем служить к Господу. Я имею ввиду, конечно, Иисуса Новина. Не верить в Него, не любить Его, не только любить и верить в Него, не только молиться в мыслях и на словах Ему, поклоняться Ему на словах, делить часть моих финансов с Ним, не только доверять в болезни, в здравии, но мы будем служить Ему, если нужно, даже жизнь отдадим за Него, во имя земли обетованной, и я спрашиваю вас, где находится ваша вера, и кто такой Бог для вас? Давайте все встанем и начнем молиться нашему Богу словом, руками вашими, телами вашими, можете и пожертвования сделать финансовые, но вам нужно тогда воспользоваться вашими телефонами, но каким бы способом не хотели молиться Ему, мы будем проводить обряд крещения здесь, в Барнефельде, в Дрэгстеде, вы все видите здесь на экране, и мы все очень рады за этих людей, прекрасно, что они решились на такой шаг.